Йод напрямую влияет на умственное развитие ребенка и человека. Дайте йод своей бабушке, она будет лучше соображать и лучше думать. Минимальная профилактическая доза, это 150 микрограмм. Йод принимать желательно до 12 часов дня. Йод не зависит ни от чего. Можно с едой, можно без еды, можно с водой, можно накапать под язык и проглотить, и все хорошо будет. Йод практически ни с чем не вступает в контакт, он сочетается со всеми препаратами. Можно выбрать калий-йод в аптеке. Он хорошо всасывается, и даже несмотря на то, что это аптечный препарат, вроде как у нас не любят их, калий-йодит, это достойный представитель, можно спокойно им пользоваться. Как определить дефицит йода? Лучше всего это сдать анализ мочи. Йод там должен быть более 200. Йод нежелательно пить просто так с бухты барахты. Вот вы просмотрели видео, пошли, купили йод и стали пить. Во-первых, селен, магний. Если у вас, вы раньше никогда не пили йод, то сначала пропейте хотя бы месяц вот эти препараты. Селен в дозе 200 микрограмм, магний в дозе 400 миллиграмм. Через месяц начинайте вводить йод с маленьких доз 150.